Весь сентябрь в самарских школах проходит мероприятие по профилактике угрозы терроризма и экстремизма. Одно из них прошло в школе номер 33. Для учеников младших и средних классов старшеклассники провели пятиминутки, на которых рассказали, что такое террористическая атака, что делать, если в учебные заведения ворвались люди с оружием и как обезопасить себя в таких ситуациях. Мероприятие проходит в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма» на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы. Начальные классы еще не полностью как-то вникли, да и не поняли эту тему. Старшие классы всегда для детей пример вообще, как себя нужно вести. И поэтому я думаю, что дети будут больше прислушиваться к своим старшим сверстникам. 11-классница Анна Зубарева считает, говорить о проблеме экстремизма важно, особенно с маленькими детьми. Поэтому Аня провела беседу для учеников третьего класса, раздала им специальные памятки и рассказала о теракте в Беслане. В память о жертвах той трагедии была объявлена минута молчания. Подобные мероприятия повышают уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяют усилить информационно-пропагандистскую работу следи учащихся и обеспечить профилактику этих противоправных действий. Я видела, как многие дети нахмурили бровки, даже некоторые взгрустнули. Даже самые маленькие могут сопереживать таким большим трагедием, который у нас происходит. Я очень горжусь такими малышами. Беседу для своих сверстников провел президент школы и ученик 10-го класса Даниил Прусов. Считает, что мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, сейчас актуальны. По этой причине решил помочь учителям и согласился провести небольшую лекцию для подростков. Каждый школьник должен знать, да и не каждый школьник, а каждый взрослый должен знать, как действовать при нападении террористов на какие-либо объекты. В целях профилактики экстремизма сотрудники школы организовали тематическую выставку «Мир детям, нет террору». В ней приняли участие ученики начальных классов. Дети воплотили простые и понятные истины в своих рисунках. Одна из работ принадлежит девятилетней Тае. Идея для рисунка родилась после того, как Тае услышала историю про Беслан. Жалко детей. Я не хочу, чтобы это повторялось. На беседах, памятках и рисунках профилактика экстремизма в школе номер 33 не заканчивается. В учебном заведении прозвучал учебный сигнал тревоги. Ученики быстро отреагировали и вместе с учителями, забрикадировали двери мебелью. Затем школьники сделали себе укрытие подальше от окон. Ежегодно у нас традиционно проводятся учения по эвакуации. Существуют разные эвакуации при захвате заложников, при пожарной тревоге, при воздушной тревоге. И мы постоянно отрабатываем навыки у ребят. Для них это уже не секрет и не сюрприз. Они знают, как реагировать в той или иной ситуации. И наша задача их научить, чтобы они реагировали без паники при чрезвычайных ситуациях. Сотрудники школы надеются, что их ученики никогда не столкнутся с терроризмом и им не придется применять свои знания на практике.